Добрый-добрый-добрый вечер дорогие друзья, с вами Друк, студия игрокам ТВ, Empire TV, все-все-все в сборе, и у нас матч Team Empire против команды Stark GG. Stark это, в общем-то, недавний якоря и один капитан морской. Ну и вот теперь один морской капитан уже набрал себе Лича и взяли себе Эмбер Спирита. Лич давний вообще герой, которого забыли все же, даже как он выглядит, какие там скиллы. Ну да, есть там Chain Frost, это все помнят, эти чайники летают, их ускорили, их сделали круче, но при этом пикают его не чаще обычного, хотя вот сейчас хотя бы раз да забрали. Эмбер Спирит тоже отлетает в пик команды Stark, это новая организация, которая приобрела права на всех игроков команды, бывшей Фрэнкер Сенси Кэптон, теперь они называются Stark. Ну, герои, в общем-то, те же, Буги, Немфи, Трикси, Валикс, Окся. Команда как бы плотненькая на самом деле, и у Empire с ней может и не возникнуть трудностей, но по логике вещей посоревноваться будет с кем, и действительно игра сейчас будет достаточно серьезной. Первые два матча для Империи прошли совсем негладко, первую игру против Лепреконов одну карту выиграли, вторую карту проиграли, точнее в обратном порядке проиграли-выиграли, а потом после Альянсов показатель стал винрейта очень слабоватый, всего 25%, 4 игры в итоге у Empire сыграны, и из них всего одна победа. На данный момент Team Empire забирает себе Дума, Дума-то герой для Сайлента, Винтерн Виверн для Ноуфира, ну и здесь Эмбер Спирит Лич, хорошая комбинация, даже сейчас уже прослеживается, хорошая комбинация, естественно, это Чейны, а потом Чейн Фрост туда на Чейны. В отсвязку достаточно неплохо. Забанен, к счастью, наверное, для Team Empire Darkseer, просто потому что он сам по себе имбовый, а во-вторых, еще и под Лича зашел бы великолепно, на самом деле. Но есть Энигма, кстати, под Лича, как саппорт, возможно, Старк рискнут, да и пикнут этого героя. Герой, в общем-то, не особо нуждается в линии, не особо нуждается в Лайн-Экспе, в деньгах, он может отправляться в лес и там выфармливать все необходимое. Поэтому ждем. Возможно, и правда, под связочку Лич, Энигма и Эмбер Спирит можно чем-то и пожертвовать. Она, правда, очень крутая. Это я вам точно говорю. Виндрэнджер отправляется в баню от команды Старк-GG. Кстати, забанили Найт Сталкера со старта. Резолюшну подобрезали немножко полгероев. Брудмазер тоже в бане. Не очень характерный для Эмпайр герой, на самом деле, но сам по себе это понятно, что крутой. И данного героя мы с вами уже не увидим, как минимум, в этой игре. Квапа отлетает в баню от Тим Эмпайр, вместе с ней Эндайнг, вместе с ними Шадоу Финд и Дарксир. И Висп от Старк-GG тоже улетает в баню. ВР-ка Висп со странноватой фобией, на самом деле. Под кого здесь мог бы быть Висп? Да хоть под кого, на самом деле. Герой такой, бери, не хочу. Под любого идеально смотрится. Ну и Старки основное время уже потратили на пик. Третий герой необходим. Эмбер Спирит может как в легкую отправляться, так и на центральную линию. И при том, что Квапа забанена, есть подозрение у Эмпайр, что центральная линия пока что пустует у команды Старк-GG. Скорее всего Эмбер Спирит и правда пойдет фармить. С Личом все очень просто у него. Во-первых, дэмэдж Эмбер Спирит впитывает и так прекрасно благодаря Флэйнгварду. Во-вторых, Лич может Фрост Армором Эмбер Спирита превратить в неубиенное создание. Да и Манса от Эмбер Спирита выше вообще всяких ожиданий. Ну и редко кто с ним может сравниться, разве что Пак по способности Мансить может сравниться с Эмбер Спиритом. Здесь та же история. Фестами и выйдет, Флэйнгвардом и выйдет, Ремнантами и выйдет. Там потрясающее на самом деле количество скиллов. Многокнопочный, удивительно многокнопочный. Все пять кнопок, все прожимать надо, все должно работать. А если там еще фазы у вас, а если у вас есть даггер, там с ума просто сойти. Там реально пианино начинается, фоно чистейшей на Эмбер Спирите. Не Инвокер, конечно, но с другой стороны и не Рейс Кинг. И сейчас надо мной просто Сайлент смеется со своим Рейс Кингом, с Мордиганами, с фазами, с даггером, с блейдмейлом. Все кликабельное в итембилде. Все тоже такое, что еще подустанешь. Ну и вот еще один пианист, Инвокер, в составе команды Старк Джи Джи. Решили скиллом задавить просто команду Эмпайр, моментально Темплар Ассасин появляется от Team Empire. Даже думать не стали. Центральная линия, Инвокер против Темпларки. И здесь вот рефракшену решили подарить все. Это удобный герой для центральной линии на самом деле. Темплар Ассасин имеет возможность за Дайр еще и подфармливать эншентов. Спот эншентов, а тут будут гуляющие, свободные, саппорты по типу Виверны. На ноуфире такие бегающие и стакающие. Поэтому Темпларка дополнительный фарм себе должна получать. И не надо, наверное, ходить в основную, вообще чащу лесную. Ей, пожалуй, одних эншентов должно хватить. Ну и последние баны у команды Stark GG. Еще нет оффлейнера до сих пор. Наверное, наверное, наверное. Наверное, это Клокверк должен быть в бане. Мне почему-то кажется. Потому что Клок, Хукшот, Коги, туда либо Санстрайк, либо Метеор, либо все на свете. Либо ЕМП. В любом случае, фиксация такого плана где-то в какой-то зоне, какой-то локации, она под инвокера ложится идеально. Ну, я думаю, что бан на самом деле Клокверка тут должен быть от команды Team Empire. Нет, это Бестмастер. Это Бестмастер. Ну что, тогда, может, заберем Клокверка. Старки, Капитаны, Якоря, Финны. 27 секунд основного времени. 48 дополнительно остается у команды Stark GG. Вообще, кстати, глянем, что там как Старки сыграли. Кентавра забирают Stark GG. Ох, ну мне очень нравится их пик. Тут просто оригинальностью нравится. Не столько там по комбинационности, сколько вот разноплановые абсолютно герои. Кентавр, Инвокер, Эмбер Спирит, Лич, Бейн. Согласитесь, нестандартная связка. На это будет интересно посмотреть. И стандартом, по идее, должны Эмпайр загнобить. Своим стандартом. Темпларка не частый гость в пике Эмпайр. Ну, я не думаю, что Йоку играет на SF'ах или еще на каких-то ребятах на Темпларке. Не откатай. Ну и Рубик уже по классике для Алоха Дэнса. Илюшенька найдет свои звуки. Я думаю, и с командой Старк будет особый разговор. Ну и поехали сразу по героям и по игрокам, которые себе этих героев забирают. Дум будет играть... На Думе будет играть Сайлент, No Fear, это Винтерн Виверн, Шейкер, это Резолюшн, Темплар Ассасин для Йоку и Рубик, Алоха Дэнс. Со стороны команды Старк Джи Джи. Трикси забирает себе Кентавра на сложную линию. Буги будет играть на Инвокере. Нэмпфи фармить на Эмбер Спирит и Валикс на Личей. И Окси будет играть на Бэйне. Круто, круто, тень. Правда, все достаточно интересно уже в стакке команды Старк. Приятно, думаю, будет посмотреть на все это. Ну и отправляется сразу же на нижний лайн Резолюшн. Это классика, классик. Бежит, ставит вард и по-быстренькому сваливает. Против Эмпайр неприятная была ситуация. Он там с Аки встретился. Вард в итоге загнобили моментально. СФ пришел, заработал денежки на варде. Убрал всякий вижен у Шейкера. И в итоге команда... В итоге команда была без дополнительного вижена на сложной линии. Поэтому Резолюшн там в ранних этапах нахватался по голове. Центральная линия. Йоку на Темплар Ассасин. Конечно же, конечно же, конечно же. Вот такие вот вещи мурталовские на руках у Йоку. Все это пережитки славного прошлого. Интернешнловского. Трикси отправляется на сложную на Кентаври. На нижнем лине у команды Старк должен быть. А никто, кстати, и не должен быть. Эмбер Спирит, как я понимаю, будет центральную линию. А Буги будет на инвокере фармить низ. Если я не ошибаюсь. По-моему, так и будет. Ну и Валик с наличием уходящей-приходящей единицы. Так вот, Старк сыграли против Альянсов. Не Алья, совершенно. Сыграли против Альянсов со счетом 0-2. То же самое, что и у Умперии. Это вот пока единственный матч, по-моему, который они сыграли в рамках Frankfurt Major. Ну и сейчас играет с Эмпайр. Только второй матч для них. Но Эмпайр кровь бизнесу надо побеждать. Две команды выходят из пяти. Эмпайр уже потеряла сколько? Потеряла пять очков из шести возможных. Только один поинт заработала. Поэтому тут бороться надо. И хотя бы такие коллективы побеждать. Если с Империей не вышло, с Лепреконами не вышло, то с данным коллективом есть смысл бороться. Причем, может, даже и не на рав. Эмпайр, правда, на хорошем ходу. У них все сильно, все интересно. Ну и, кстати, Йоку, посмотрите. Йоку стал против Немфи. Немфи Нембер Спирити, благодаря Флэйм Гварду, очень быстренько с рефракшеном темпларовским разбирается. И еще и саппортит его тут Валикс потихонечку. Триксин, она получалась по голове на сложной линии. Это делает все ноуфир, благодаря Артик Берну Сайлент. Первого левела через Дивар. Сайлент. Шок Вейв есть. Ну и жирновато уже, на самом деле. Анхули Аура есть. Дополнительный Реген плюс 4. Ну и видите, плюс Манга здесь. 6.1. ХП Реген у Дума. Вообще, просто других крипов жирненьких лучше уже не есть. Можно просто съедать лайн крипов. На центральной линии Йоку половину ХП сбрилили ему. У Нэмфи 4 на 0, у Йоку 7 на 2. Тем не менее, фармит очень даже неплохо. Йоку в итоге под Флейм Гвардом. Горит, догорает, привязали. Рефракшен включает Йоку. Поставили Вижн. Йоку пока еще живет. Флейм Гвард. Последний удар от Валикса. И Йоку отдает ФБ своим оппонентам. Нэмфи сильно побили. Под Молдом было больно. Но это все переживай. В Аликса там... Ой, Трикси снова там валят. Шоквейв от Сайлента на дорожку. И первый фраг для команды Эмпайр. Быстренько разменялись. По одному за 2 минуты, 2 фрага. Хорошо. По таймингу укладываемся в критерии интересного матча. Инвокер санстрайковый. Инвокер с экзортом. Сразу же вкачан ульт, чтобы уже на втором левеле был санстрайк. Но этот инвокер стоит на сейфлейне. Ему помогает. К тому же, саппорт очень даже неплохой. Который с шейкером в соло сможет разговаривать. И может себе позволить через экзорт идти инвокер. Уже в 2 буги. Эту способность вкачал. Ну окей. Так, ну и давайте глянем по фарму. На первом месте буги. Инвокер 13 на 2 имеет крипт стат. Немфи 10 на 1. Темпларка уже проигрывает Немфи. Темпларка еще и умерла в мид лейне. У Йоку есть траблы. И признать это стоит. Три рубика бежит уже. Все это подконтрольная группа Алоха Дэнса. Немфи лаухэпешный. Маны на чины нет. Флеймгвард в КД. И маны на него тоже нет. Если подойдет, то можно его убивать. Но Немфи вроде как развернулся и уходит. А ну-ка по Вижену. Вижен команды Старк. Они прекрасно видят Алоха Дэнса. Он пришел уже в зону видимости. Поэтому уходить по-любому на Немфи должен. И видят сразу трех ребят. Кто-то из них настоящий. У кого-то из них есть настоящие способности. Все, возвращается в игру. Рубик понимает, что даже нет смысла сюда выходить. Его увидели. Но харасить Немфи стоит. Пока не принесла... Не прилетела сюда батла. Я думаю, есть смысл с ним побороться. Хотя бы фейтболт один Алоха Дэнс должен запустить на дорожку. Но не получается. Немфи в итоге не ударили, не убили, даже не покалечили. Немфи отпевается батлой. И все у него теперь будет окей. Буги третий левел. Резолюшн тоже собирает себе третий левел. Все в один. И авторшок, и тотем. И фиссура у него прокачана по одному левелу. Сам Шейкер в скором времени уже в Транквилы выйдет. Не хватает ринг оф реген. Ну и ждем появления даггера. Это главный мотив творить экшен. Трикси опять наваливают. Как больно кентавру. Вроде жирная тварь. Вроде такой серьезный. Сильный. Много там. Всего там много. ХП много. Всего-всего много. И ноуфира отправляет у нас в сон Окся. Сайлент уйти бы отсюда по-хорошему. Но Трикси посмотрите. В какой дикой печали. Трикси не может насобирать себе на Транквилбуцы. Ему не хватает. Ни ХП нифига вообще ему не хватает. Крипы его тут выносят просто. Трикси пока задумался. У него 90 ХП всего лишь осталось. Но он там танковал. Чтобы пачка крипов задержалась. И здесь следующая пачка подпушила в это время лайн. И поформить таким вот образом под собственным Тавром. Трикси отхилился. Трикси пока нормально себя чувствует. Ну и более-менее сейв вариант будет. Не под Тавром конечно. Но в максимальной близости к нему. Как там центр поживает. Спасибо центру за это. 20 на 8 у Йоку. И 15 на 1 у Немфи. Здесь Темпларка поинтереснее смотрится. В Аликс никуда не уходит. Уже 4 левел В Аликс. Йоку тоже 4 левел. А как вообще так получается? Алоха Дэнс практически 4. Ну и Йоку уже приобретает себе 5 левел. Эмбер Спирит тоже 5. В Аликс стопит у нас Йоку. Заканчивается Флэйм Гвард. Немфи могут и поднимать. Пока нет ульты. Йоку заходит в Мелт. Удар из Мелда. И по идее должны Немфи разваливать. Немфи отпевается батлой. Ой, выживает в итоге Немфи. Йоку в Мелт уходит. Просто чтоб тычка не долетела. Еще один удар. Санстрайк. Йоку размазала. 2-1. Жареный Йоку отправляется на базу. Санстрайком в такого лоу хпшного героя. Это больно, согласитесь. Сколько здесь Санстрайк бьет? 225. У Йоку там если и было хп в 80, это хорошо. Опять там получает Трикси по голове. Но Сайминт его доедает. Разрезы даже перед смертью не успел Трикси своего оппонента. И куча крипов отправляется прямиком за Окси. 2-2 становится счет. Эмпайр зарабатывает 335 золота. 250 экспирианса. Чуть-чуть дела свои улучшили. До этого проигрывали. Ну и сейчас будут проигрывать, но немного меньше. Сайлент уже с фейсбутцами. Ну и в принципе ничего нового. Орпу в веном появляется, чтобы догонять. Темплар Ассасин приобретает себе рейсбенд. Есть бултс оф спид. И Йоку скорее всего будет еще и рингов аквила собирать. Шестая минута. Немфи идет за руной. А Йоку за руной не ходит. Йоку и так с фуловой батлой. Его ничего не интересует здесь. Баунти, баунти, баунти. Да, баунти руна здесь. И внизу Алоха Дэнс забирает руну регенерации. Фуловый Алоха Дэнс. Не пошло так, не пошло. Реально баунти руна была поинтереснее. Эмбер Спириту пусть эта регенерация достанется. Ну что, Триксис стопит Сайлента. Санстрайк по голове. Размазали. Знаете, я прозрел касательно комбинации команды Старк и касательно скилл билда инвокера. Все в экзорт не просто так. Санстрайк бьет по 287 с половиной. Это сейчас. А дальше будет еще больше. Этот рассказ чудовищный. Найтмэр, Стомп и Дабл Эдж. Кто из команды Эмпайр пережить это может? Разве что, разве что Темплар Ассасин. И то, кстати, Темплар Ассасин не переживает. Рефракшн сбивается тем же Найтмэром. Все эти тики очень быстро сбивают рефракшн. Йоку в итоге у нас очнется просто от ужаса. Когда проснется, ничего хорошего его не ждет. Там Санстрайк, там огромная сумасшедшая человека лошадь наступает. На тебя. Потом еще и режет топор. Чего ты смеешься? Посмеялся на Человеку Лошадью Эмбер Спирит. Йоку привязывают. Флейм Гвард есть у Нэмфи. И Йоку просто сжирают. Ну и дальше Нэмфи на хайграунд. Алоха Дэнс тоже лоу хпшный. Санстрайк по Алоха Дэнс не попадает. Нэмфи через свисты. Курьер, куда ты родной полетел? Валикс один удар по Курьеру. Курьер отправился назад. Валикс 48 хп. У Нэмфи было хп 100, наверное. Вот где Санстрайк нужен. Вот где аппарат нужен. Кто-то, кто мог бы через всю карту добивать. Пока что 6-2. И у Старков дела идут хорошо. У Империи не очень. Дела у Империи идут хорошо. Не очень. Восьмой левел Инвокер. Окси выходит у нас на резолюшена. Санстрайк. Половины резолюшена нет. Фиссуру поставил. Бесполезно абсолютно эта фиссура. Алакрити еще на себя бросает. В итоге 7-2 становится счет. 428 голды. 330 экспириенсов. В принципе Бэйн куда не придет. Везде будет враг. Просто под Найтмейр. Санстрайк от Инвокера. Все остальное ручками делается. И очень несложно все это сделать. 3 на 3 к себе вешается Дум. Сайлент просто по сути запорол Дум. Это его право. Его Дум что хочет то и делает. Это не мой Дум. Поэтому я и бешусь. Для регена и для скорости бега на всякий случай. Квас здесь прокачался. Хотя опять же. Опять же. Опять же. Здесь же еще и Алакрити. Снэп и все это необходимо Инвокеру. Ни одним санстрайком ведь жить. Хотя есть у меня товарищи. Которые одними санстрайками и живут. Две с половиной тысячи голды и две с половиной тысячи экспириенс. Все это для команды Старк. Тяжко дается Эмпайр. Начальный этап этого матча. Талоха Дэнс на Рубике не спасает. Ну это конечно просто дикая какая-то несправедливость. По отношению. Да ко мне даже по отношению. С Сикретами налегке. Второй, третий матч. Команда Старк вызывает трудность. Это даже не звучит на самом деле. Ну имеем что имеем. Кентабр уже седьмой левел. Ульта есть. Ну и у Йоку уже готов. Пауэр Трэдс. Рейс Бэнд есть. И немножко остается накопить до Ринго Факвила. По мелочам закупился Йоку. Но Даггер не будет здесь ранним. Это факт. Йоку идет со счетом 0-3. Это вообще не располагает к ранним артефактам. Даже ПТ появилось очень поздно. При том, что он ничего особенного не покупал. И то, что не собираются фазы. Тоже тревожный звоночек. Не потому, что удобнее Йоку так играть, я думаю. А потому, что убивают его. Ему реально не хватает хелспоинтов. И ПТ здесь тоже, скорее всего, будет на силу. Неймфилу хпшный. Здесь кого-то режут. Это Крипов. Да, это Крипов. Неймфи отправился в лес. В это время доедать троллей. У него по Нетворсу 4600. У Йоку 3500. 1100 проигрывает Йоку. Но у Ноэмбера гляньте. 1-0-3. А кто ж там убивал на мидлейне? У Инвокера уже 3-0-1. Буги уже имеет Килинг Спиристрик. Хэнд оф Мидас у него есть. 480 голды на руках. Экзорт, наверное, будет дальше развиваться. Для нормального Санстрайка на 537. На Резолюшн опрыгают. Сразу же Чины. Санстрайк под Резолюшн. Но Санстрайк в никуда. На всякий случай, если вдруг Резолюшн выживет. Но Эмбер Спирит дальше за Ноу Фиром. Артик Бёрн включает Ноу Фир. Чины только откатились у Эмбер Спирита. И вынужден уходить отсюда. Форги дают буги. Просто, чтобы потанковать. Алоха Дэнс близко. Йоку тоже близко. Буги поднимают. Йоку, а где удар из молда? Что не так-то? Почему сразу не дать удар из молда? Как-то Йоку подплужил тут слегка. Ну и все. И в итоге буги отсюда уходит. Убер дэмэдж нанести ему не нанесли. Здесь уже Валикс. Пошел Чианик. Алоха Дэнс. Йоку. Алоха Дэнс. Ноу Фир. Алоха Дэнс. Ноу Фир. Все сильно битые. И в это время забирают Дума. Хотя Инблокер у нас под Думом. И Снэмфи будет пытаться его дэнаить. Получится, не получится. Это другой вопрос. Да, буги задэнает. Тут много ребят рядом. Вынужден Йоку отсюда отходить. Ой, как не очень играет Империя. Комбинационно, честно говоря, просто страшно это смотрится. Недоработка или дискоммуникация или лаги. Но что-то не так. Реально не так. С этим Млдом все стало понятно сразу. Йоку вышел и не смог реально через Мл первый удар нанести. Чтобы уже с минус дефом раздавать прилично. Там в догонку потом было бы. Ну, не получилось и не получилось. В итоге умер Инвокер, но ни копейки не получила команда Эмпайр. Ни денег, ни экспириенсы, ничего не получили. Проигрывают 4,5 по золоту и 5,5 по экспириенсу. Или даже 6, наверное, тысяч по экспем. Ну, Трикси единственная жертва здесь, кто реально за всех огребает. Резолюшн не пожалел Эхо Слэм. Трикси убили, лоу-хпшный Рубик, а лоха отсюда отошел. 576 голды Йоку начинает наваливать потовару, вонючий товар за все вообще. За то, что я в мэлт не вхожу перед тем, как начать атаковать чувака в телекинезе. Алоха Дэнс лоу-хпшный, и мне совсем не нравится, что Алоха Дэнс такой... Как это назвать-то? Есть такое слово. Не опрометчивый, а... Такой... Вот такой вот. Вот такой, понимаете? Просто брать и ходить лоу-хпшный. Эх, сейчас бы с 200 хп походить против Инвокера Санстрайка. Чайник пошел у нас в Сайлент, а развалили также ноу-фира. Сайлент бежит за Валексом. Ну и Сайлента останавливают. Сайлент в итоге остается сам по себе. Проснулся, где все? Нет всех. Да, Алоха тут очень... Себя повел неоднозначно. 11-3, счет 490 по голде, 778 по экспириенсу. Почему не стал пешком уходить? Почему через руну стал идти? Руна, на которой постоянно есть вижен. Она на той руна. На ней всегда кто-то тыкает варды. Не бывает такого момента, чтобы вард не ткнули на руну. И тем не менее, вот Илюшенька то ли звуки искал, то ли что это было. Пошел себе... Даже не варды, это даже хрен знает что. Вы посмотрите на это. Это же просто ерундистика какая-то от Валве. Или от того, кто это делал. И она вот послужила причиной смерти Рубика. Даже такие вещи реально могут убивать. Немфи врывается у нас на топ-лайн под тавером. Алоха Дэнс лоу хпшный под клейм-гвардом. Ему этого не хватило. Триксик где-то там под тавером тусит. Ну и через Артик Бёрн в Интерквиверн. Подальше ушла. Команда Старкт выигрывает со счетом 12-3. Начинает пушить топ-лайн. Ну и уже Инвокер приобретает себе даггер. Всего достаточно. У Инвокера так даггер не просто. Это после Boots of Travel даггер. Офигеть, как же Инвокер фармить. 7700 у Инвокера фарм. Мидлейн Йоку 5300. Сайлент легкая. На Думе 5150. Ух. Ну и 6400 Эмбер Спирит. 305 у Эмбера. 03 Templar. Ну и в целом все очень плохо себя чувствуют. Фарму и по Экспириансу. Йоку пытается подстопить на Эмфиалу Хаден. Финс бежит что-то украсть. Ну и сразу же Финс Грипп отправляют Алуха Дэнса. Фиссура пошла от Резолюшена. Ну не спасти в любом случае Алуха Дэнса. Забрать ничего не успел. У Трикси появляется даггер. Это тот, кого насиловали всей командой. Втроем стояли. Втроем постоянно принимали Трикси. У Трикси есть даггер. У Шейкера нет даггера. У Трикси есть даггер. Ну плохо. Из рук вон плохо идет. И фарм, и файты. Видно, что не удается нащупать свою игру против команды Старк в первом матче. А выигрывать по-любому надо. По-любому. Если первые две не были такими фейловыми в первые две встречи, тогда можно было бы еще о чем-то говорить. А так надо выиграть. Надо вместе с Альянсом привязаться к ним и стараться выйти из группы со второго места хотя бы. Первый уже, думаю, рассчитывать не приходится. Альянсом привязаться к ним и стараться. Под смахом команда Эмпайр. Прямо перед носом коллектива Старк. Алоха Дэнс первая. Алоха Дэнс отправляют в Найтмэр. Успеть-то хоть что-то забрать. Ну, крадет дабл-эдж. Провязать его не успел. Йоку отпрыгивает. У Йоку есть даггер. Развалили Трикси. Сайлент дальше бежит за Валиксом. Немпфи под думом. Валикс здесь умирает. Нормально. Размен 2 в 1. Неплохо. Ну и никуда Окса не денется. Найтмэр на себя даже и не положить. Темпларка делает дабл-килл в этом файте. После даггера у Темплар Ассасин появляется еще 1200 на руках. И уже можно как-то варахтаться. Резолюшн. 1600 на руках. Даггер маст хэв. 2200 в этом файте. Эмпайр зарабатывает. И 2800 по экспириенсу. Подрались и правда хорошо. Но не проигрывали 8500. Теперь проигрывают 7500. Ну и по экспириенсу с 7500 до 5. Спускается команда Старк Джи Джи. У Дума появляется Владмир. Все вспомогательное. Драма Фендеренс. Владмир. Там фейсбутцы понятно. Орпов Веном. Все такое. Командное. Чтобы общее движение выносить. А кто будет за Мекку отвечать? И будут ли вообще такие? Подхила ведь нет в принципе сейчас у команды Эмпайр. Одна Винтерн Виверн. Ну тут. Ну одна колба. Одна колба. На нее сейчас вообще не тратится левел. То есть всего 3%. А в данном положении. Ну что такое 3% для Темплара Сазин в секунду? И сколько? 5 секунд. 4 секунды. То есть 12%. Ну 120 хп восстанавливает. 120. Ничего вообще. Для Темпларки. Алоха Денсу и того меньше. Алоха Денсу вообще тут 100 восстанавливает хелспоинтов. Ну не знаю. По-моему о Мекке стоит думать. Но через урну в Шадоус идет Алоха Денс. 1.5.3. Хватило бы времени приобрести урну в Шадоус. Или хотя бы какого-никакого подфарма. Фейтболт от Алоха Денса, чтобы все фармил Йоку. Йоку все в дом, все в дом. До Дезолятора. Йоку остается 800 голды. Митрилхаммер есть. Рецепт тоже имеется. Ну и выходит на нижний лайн Йоку. Сайлент здесь на хелпе, если что. Приобретает себе Даггер Шейкер. У Резолюшина есть Даггер. Команда Старк в это время отправляется на топ-линию. Будут пушить Т2. Оно здесь очень сильно бито. Тавр, живи. Хрен тебе вообще. Сам живи. Просто два упыря стоит его и месяц. Жить он будет. Как он будет жить там? Пластыря или скотча не хватит. Такие товара склеить. В итоге Старки забирают Тавр на топ-лейне. Это уже Т2. А Эмпайр только забирают Т1 по нижнему лайну. И центральная линия стоит. Всего один Тавр спушила команда Эмпайру. Самой Империи флангов уже нет как таковых. Дезолятор покупает себе Йоку. Неплохая заявка на дэмэдж. На самом деле. Мелт уже промакшен. С таким-то затаром можно и на руху будет следующего выйти. Трикси. Юзайд Стампид Резолюшн. Охладил всех эхо-слэмом. На Сайлента Санстрайк практически фуловый. Трикси пытаются поймать. Трикси лоу хп. Трикси убивают. Килинг Спри от Йоку. Размен 2 в 0. Файер хорошо дерется. Ноу Фир умирает. Ну и Йоку сам в себя впитывает. Чайник все это в рефракшн бьет. В итоге Йоку очень удачно поймал чайник. Рассчитывал видимо Валикс, что Йоку отправится к своим ребятам. И там разнесет всех Йоку прыгать дальше. Удар на буги. Два удара. Один из молда, один обычный. Ой Йоку по голове настучало. Потерянная эго на ровном месте. Йоку надо даггераут сразу же. Привязка пошла по Йоку. Надо хлпать всей командой. Немфи уходит на собственный ремнант. Йоку ловит Сайлента. Алоха Дэнс должен Финс Грипп забирать. Успеет, не успеет. Алоха Дэнс спит, спит, спит. Финс Грипп забрал. Йоку лохэпэшный. Ловить его, наверное, Алоха Дэнс Финс Гриппом не будет. В итоге команда Эмпайр никого не потеряла. Такой хороший скилл на дороге не валяется. Финс Грипп просто так тратить не имеет права никакого. Алоха Дэнс это прекрасно понимает. Молодой горячий, но меру узнать надо. Команда Эмпайр отходит. Финс Грипп нужен команде. Это же Финс Грипп. Это же, я не знаю, это не все трэпы Темпла Рассаси. И это крутой спелл. Причем невероятно крутой. С нормальным количеством дэмэджа, с хорошим рейнджом, с временем удержания потрясающим. Все это хорошо. У Рубика уже есть 750 на руках после урнов Шадоус. У Шейкера от Резолюшена. 750 голды после Даггера. Винтерн Виверн приобретает себе Клаку. Будет Глиммер Кейп от Ноуфира. Но когда будет вообще в душе нечаю. Нескоро это точно. Там денег вообще кот наплакал. Ну и Сайлент на Думе приобретает себе Шадоу Амулет. У него есть Поинт Бустер и Шадоу Амулет. И это будет... Вот что это будет. Наверное, нет, я не знаю. Меня спросите, что это? Честно хочу сказать, не знаю. Вряд ли Глиммер Кейп будет собирать Сайлент. Но странненько как-никак. Сильвер Эдж? Да, пожалуйста. Думу нормально. Думу полезно. Заходите драться. Трикси во вражеском лесу... В собственном, прошу прощения. В каком-то вражеском. В собственном лесу Трикси тусит. Режет Крипов. Побежала Алоха Дэнс. Первый. Все под смоками. Все сильные. Темпларка первая бежит. Огр Клап уже есть. Темплар Ассасин. Завардели вражеский лес. Хотя тут десант высаживать периодически. По-моему, нет Вижена у команды Старк в этой локации. Если я не ошибаюсь. Да, нет. Да, нет. Как вам такое? Да, нет. Да. Вижен отсутствует. Если быть... Если другими словами сказать. Эмпайр уже показались на руне. Понятно, что Резолюшн не просто тут между соснами грибы собирал. И нюхал запах хвои. Наверняка где-то тут тусит вся команда. И лучше здесь пока не гулять. Но Трикси без печали абсолютно. Трикси пошел. Искать приключения. Его здесь Йоку ждет. Кстати, в соло он Трикси разбирает. ХП у Йоку больше, чем у Трикси. Как так получилось вообще? Кентавр. Жирно задая скотина. Огромнейшая. И у нее ХП меньше, чем у Темпларки. Там в это время... В это время, в это время приобретает себе Shadow Blade Doom. Будет продавать Magic Wand. Как я понимаю, нет. Просто выбрасывает цветок портала. Резолюшн. Кто-то что-то купил важное. Я пропустил. Темпларка еще долго. Еще рецепт целый на Black King Bar. Кентавр ничего. Эмберс Пирит принес себе Ленкинсферу. Да. Немфи принес себе Ленкинсферу. Это все от Рубика. Это от Виверны. От ее ульты неприятной. У Инвокера появляется Аганим. Ох, рассказ-то нас здесь ждут. У Инвокера Аганим. У Инвокера Hand of Midas. Бутсов Тревел. 2-300 на руках. Буги очень классно играет. Буги правда играет прям мейнстримово так. Жестко, быстро, много денег, много артефактов. Быстрая раскастовка. Посмотрим, как это все реализовываться будет в файтах. Но пока что заведомо видно, что игрок очень в порядке. И герой явно ему по характеру. Глимеркейп есть у Бэйна Окся. Идет со счетом 1-2-5. На Асистил. Не на Асистил, а подарили. Глимеркейп есть у Бэйна. Транквилбутс есть. Есть Солринг, Мэджик, Стик. Даже не Вонт. Бей его, ребята. Нет Мэджик Ванда у него. Форстаф приносит себе Трикси. Всего предостаточно. Форстаф. Блинк Даггер. Ну, все есть у Кентавра. ХП немного, но это уже никого не волнует. Ворваться на Стампиде, резануть. Побежать. Резолюшн прыгает на Оксю. В Глимеркейп отправляется Бэйн. Он под просветкой Бэйн. В Инвизи Сайлент. Сайлент в итоге сделать ничего не может. Оксю ловят. Прыгает Резолюшн. Топнул. Оксю будут забирать. Еще до приземления Дум. Разрывает пополам у нас Бэйна. Или Бэйна, или как тебе там правильно. Старк в итоге выигрывали. 8 тысяч по голде. Теперь 2 500. Они выигрывали 8 тысяч по экспириенсу. Теперь 2 500. Эмпайр должна эту игру брать в свои руки. Они не могут просто так на самотек пускать все. Здесь есть Тембр Спирит, который в лейте ту же Темпларку просто-напросто накажет. Йоку забирает Тауэр и у Йоку уже готов Black King Bar. На Эмпи в это время по туплейну. Ремнант есть. Эмпир Спирита. Его бы кто нашел, наверное, поджидали бы на Эмпи там. Пока что Эмпир просто стоит и тусует. На центральную линию отправляется Нэмпи. Команда Эмпайр чувствует, что они набирают силу. Они осмелели. Они нормально уже чувствуют себя во вражеских лесах. Не стесняются. Забирают чужой фарм. Забирают чужие деньги экспу. Сейчас наткнуться на команду Эмпайр игроки Старк. Сваливает отсюда быстренько Сайлент. Главное, что Пон ушел. То, что Сауха Дэнсом будет... Пацаны, я на ультра звел, Гоу драться. Это такое... Это не критичная ситуация на самом деле. Рубик не последнее место Пунетворцу, но, тем не менее, не самый дорогой. Если бы это была Тэмпларка, или если бы это был Сайлент топ-2 и топ-3, соответственно, Пунетворцу, дело совсем другое. У Сайлента копейки остаются до покупки. В принципе, сейчас он уже мог бы себе Сильвередж купить. Ну и копейки остаются до покупки Аганима. Аганим-рефрешер, наверное, Дум будет собирать. Согласитесь, как обидно будет Инвокеру, который приобретает себе Аганим, приобретает себе всякую ерундистику, чтобы много всего кастовать, чтобы это были крутые сплы, все было интересно, а тут на тебе рот вообще закрой и сюда иди. Или от меня иди вплевать. Абсолютно все равно умрешь. Дум с Аганимом это боль. Это настоящая боль. На Рошана выходит Эмпайр. Второй Роха. Первого Империя забрала. Причем безапелляционно абсолютно. Ой, кто это к нам прилетел? Это же Эмбер Спирита, Римна. Давайте его встречать. Полетел кирпич на Йоку. Йоку еще здесь под бластом. Блэкинг Бар включает Йоку. Аягу забирает Темпларка. В итоге сторона Дайр его убила. Эмпайр забрали Роху, забрали Аегис. Прыгает Резолюшн. Дальше на Оксю. Стампид пошел от Кентавра. Погнали Немфи. Немфи в Думе. Ну и Буги в Инвизе. Просветки что ли нет ни у кого? Нет ни у кого. Донари. Империя без просветки. Они не думали, что тут так нагло все случится. Ну в итоге забрали Роху. Забрали еще одного героя. Все живы. Винтерн Виверн сама себе сможет позаботиться. Глиммер Кейп есть. Колден Брейс есть. Ничего страшного. Ну и... На центральной линии Резолюшн. Резолюшн отправляется дефать топ, как я понимаю. Или стакать крипов, или что там Резолюшн пошел делать. Командный Пайр в это время забирает вышку по нижнему лайму. Ну и все на центральную линию. Сюда отправляется Сайлент. Сюда отправляется Алуха Дэнс. Резолюшн прыгает на буги. На буги. Да ну нафиг вообще. Ну и нет фиссуры. 9 секунд. Буги он видит? Нет, буги он не видит. Резолюшн не видит буги. Он не знает где его оппонент. Но то, что Резолюшн чуть было не раскроил башку буги через эхо слэм. Это факт. И буги еле-еле лоу хипешно и отсюда свалил. Если был бы рядом какой-нибудь Сайлент. Просто один удар Думу надо было сделать мечом. Своим даже ничего не выдумывать. Никаких левел десов. Просто подойти шарахнуть по голове. Все бы сразу на свои места стало бы. Линкен Сфера появляется у инвокера. Еще один сейф вариант. Эмбер Спирит с линкен Сферой. Инвокер с линкен Сферой. Лич тоже себе будет линкен Сферу собирать. От чего это? Это от буги. Чтобы не дарить. Ой, это от Алуха Дэнса конечно же. Чтобы ничего ему не дарить. Это от Дума. Которого уже готов агоним. Это можно понять. Сначала сбить придется линку. Потом придется драться. Резолюшн прыгает за Курьером. Курьер изменил направление. Трикси ловит. Фиссура пошла по нему. Резолюшн аж через 6 секунд будет даггер. В итоге Курьера оставил, чтобы понять, куда у нас направляется Риза. Риза направляется на вышку. У Сайлента с руки 220. Нормально так. Криты у Сайлента тоже заходят. Хорошенькие. Дабл дэмэдж крит. По 428 залетает. Сайлент сам по хп уже в порядке. Все у него. Красавчик просто. Агоним у Сайлента собран. Причем не только у него. У кого-то что-то еще здесь есть. Нет, это, 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 это тоже Сайлента. Это тоже Сайлента. Он еще и в Блэкинг Барке. Понимаю, собрался одеваться. Агоним летит. Огр Клаб поверх. Два Огр Клаба, все остальное под Агоним. БКБ нужно здесь. Нужно. Возможно, барабаны есть. Смысл уже продать. И тарить себе Блэкинг Бар. Возможно, стоит подождать. Все-таки по фарму вы видите, насколько хорошо дела стали у команды Эмпайр. Поднимают Нэмфи. Дум пошел по Нэмфи. Сбили Линку. Сбили все на свете. Гем выпадает. Вот это удачно подрались. Там Фит. Чайник полетел от Валекса. По Йоку, по Сайленту. Опять по Йоку, опять по Сайленту. На Сайленте закончился. Сайлент 500 просто по спине наваливает Личу. Лоу хпшный Лич. Ноу фир лоу хпшный. Окси отсюда сваливает. Финсгрип у него есть. Резалюшин уже рядом. Фиссура. Окси приземляется просто в ад. Команда Эмпайр забирает трех игроков. Трех игроков. Счет становится 13-16. Они по-прежнему проигрывают. Но по голде они явно выходят вперед. 1600 по голде. 3700 по экспириенсу. Сайлента хотела разрезать Трикси. Сам в итоге чуть пупок вообще не развязался у пацана. Видно, что не по шансам. Ну и у Йоку. Кристалис есть. Рецепт на Дайдалус есть. Деньги на Дайдалус есть. Все куплено. Дайдалус уже летит к Йоку. Демонет шимеется. Ну и также есть Аэго. Дезолятор. По дамаге Йоку будет сейчас наваливать колоссальное количество демеджа. Санстрайк. По Сайленту не попадает. Ноуфир. Впитывает в себя Санстрайк. Ничего. Живой. Все с Ноуфиром хорошо. И Йоку с Дайдалусом. Ох, Империя переворачивает токаточку. Я уже хоронил их на самом деле. В минуте на 12-15. Они проигрывали 8 тысяч. Теперь 5 тысяч выигрывают. Что за валидольная команда. 3 тысячи по экспириенции. При этом 7500 проигрывали. Ну и давайте пробежимся быстренько по артефактам. Пока отпустили нас команды без драк. Алоха Дэнс. Куда там без драк. Немфи. Просто удар из Мелда. Половина ХП. Это не Крит был. Это просто удар был. Там. Или Крит. Ладно. Это был Крит. Вру. На 800 просто так из Мелда не залетает от Темпларки. Первый же Крит. Половину ХП сносит. Второй Крит. Короче, первый коронный. Второй похоронный получился. От Йоку. Пацанские паблики подписаться. Сайлент. Лоу ХПшный. Гонят его эти ребятишки. Но они не догонят его. И умер Инвокер. У него есть байбэк. Но ради Санстрайка. Но не будет же он это делать. Сайлент. Плохая шутка. Трикс, если б знал, что здесь есть Сайлент. Прыгнул там. Тут в это время падает центральная линия. Наверное, артефакты мы посмотрим уже по окончании. На игры. Йоку без Аэгиса. Йоку уже аккуратно. Надо Окси Лоу ХПшный. Себя отправляет Найтмэр. Его разбудили. Оксю разваливает. БКБ там Пларка провязала. И пока что дамажить ее попросту нечем. Под рефракшеном, под Блэк Кинг Баром. Не ударить, не спелл какой-нибудь запустить. Ноу Фир. Алоха Дэнс. Крипы, 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 крипы. Умирает Ноу Фир. Крипы тоже умирают. Алоха Дэнс. Неужели не украл чайник? Не украл Алоха Дэнс чайник. Он просто громко топает теперь. Хувстомп у него. Ну и по голде. Эмпайр опять же в плюсе. 600 с копейками. Сайлент на бараке. Прыгает Алоха Дэнс. Прыгает на Немфи. У Алохи есть даггер. У него 2-100 на руках сверху. Алохи бы какой-нибудь вариант. Там подсейв свои тимы. Как там сами проживают. 1400 Йоку. Получил по горбу. Рейнджевой барак снесли. И будут отсюда отходить. Цепляют 2х сразу. Бласт. Кирпич. Алоха не выдерживает. Резолюшн тоже лоу хпшный. По-моему резолюшн здесь добивает. Два гема. Вот это драка. Каждый просто по яичку отложил после смерти. Два гема выпадает. Гляньте на Окся. Две штуки. Он теперь не только инвизных чуваков видит. Он чувствует из чего состоит материя вообще на карте. 1700 по голде Старка и 2500 по Экспириенсу. Как же грубо друг с другом играют команду. Эмпайр проигрывали 8 с лишним. Теперь 12 кусков выигрывают по золоту. По экспе та же история. До 8 свое преимущество увеличили. 35 минута. Вот это камбэчище. Такое камбэчище, что выигрывают теперь больше, чем проигрывали. Ну и команда Старк. Тоже огрызнулась. Теперь позволила себе поднять голову и выйти. Собственного хайграунда. Так, ноуфира поймали. Ноуфира убили. Я человек простой. Вижу цель, даю санстрайк. И правда, под это и брался инвокер. И такая именно раскастовка главная. Главная. У буги промакшен и взор здесь санстрайк бьет по 537. Кто это выдержит? Виверна, у которой 47 силы. Точно нет. Кто этот вард сделал? Это же блевотина просто. Ладно, давайте по артефактам пробежимся, пока есть время. Кентавр. Собирает себе ринку фриген. Для чего? При наличии плейт мэйл. Да, вот для чего. Лотусорг будет собирать себе Трикси, конечно же. Эмбер Спирит. Немножко совсем остается до появления Баттл Фьюри. Это вообще не ранее Баттл Фьюри. Сайлент прыгает на Трикси. Ну куда Трикси? Как его добить? Добивает его в итоге Бэйн. Сайлент развернулся, обиделся, ушел отсюда. Эмбер Спирит, я уже говорил. Почти есть Баттл Фьюри. Это будет первый артефакт на дэмэдж. Окси после глимерки по 1850 на руках. У Валекса нифига вообще нет. Валекса отвратительно здесь по экономике. Чувствует себя 4400 за 40 минут. Инвокер. 2400 после линки. Плейдмейл имеется. Будет скорее всего Шивас Гвард. Эмбер Спирита мы видели. Лича видели. Бэйн. Видели. Ну и Трикси тоже видели. Все, поехали по команде Эмпайр. Винтерн Верн. Глимер Кейп. Аркан Буци. 1750. У Ноу Фира. Он на предпоследнем месте. Дальше. Темпларка. Это топ. Нетворц на карте. 4200 на руках есть у Йоку. У него есть также Дайдалус. Дезолятор. Блэк Кинг Бар. Даггер. Пауэр Трэдс. Надо покупать себе жилье. За такие деньги можно покупать. И жить себе спокойно. Не играть в Доту. 4300. На руках у Темпларки. Ну на самом деле дэмэдж наверное лишним не был бы. Какой-нибудь Баттерфляй тоже не был бы лишним. Потому что дамажить то будут. Цеплять будут. Блэк Кинг Бар есть. Хотя ну что Баттерфляй. Можно МКБ собрать. В принципе можно Манки Кинг Бар собрать. Пробивает так пробивает. Криты будут пожестче. Скорость атаки тоже поднимется. А потом уже думать про бабочку. И все на свете. Можно вообще сразу в этот идти. В рапиру и не пальцем. Ладно посмотрим. Стампид провязала команда Старк. Увидели здесь Ноуфира. Стампид вообще не жалеют. Хув Стомп опять у Лоха Дэнса. Ну кто же на него будет наступать? Ноуфир. От одного удара Санстрайка теряет вообще чуть ли не все хп. Побежал Нэмпи. Побежал Сайвент. Сайвента нет. К сожалению Даггера. Было бы очень неплохо. Но в это время Йоку забирает Лича. Лоха Пешный Нэмпи. Нэмпи просто развалили здесь. Дум бросает еще и Вокса. Резолюшн побежал за ним. Йоку тоже рядом. И по-моему здесь минус сторона у команды Старк. Должны бежать. Буги живой. Трикси тоже живой. Но они вдвоем не выиграют данный замес. Надо заходить на нижний лайн, сносить в сторону и перемещаться на центральную линию. Байбек пошел от Буги. Ой, от Окса точнее. У него ничего особенного нет. Финс Гриппа нет. Трикси прыгает на Йоку. Пытался разрезать. В итоге себя порезал. Йоку вообще дэмэдж не получил. Кираса появляется у Темплара Сасин. Все это для дальнейшего пуша. Эхо слэм от Резолюшена по двоим. Валикс лоу хпшный. Буги лоу хпшный. Буги в таверну. Гадлайк уже от Йоку. Ну и Темпларка просто наваливает. Через одну секунду будет даггер. Ждут Оксю. Ждут удар по спине. И это Бионд Шмионт Гадлайк от Темплара Сасин. Йоку наказал своих оппонентов. Кираса прилетела просто на похороны команды Старк. 1-0. Первая игра сыгранная. Пайр проигрывали очень прилично. Посмотрите этот спад. Гора Арарат просто вниз покатилась. Немножечко тактический фит до 8 тысяч. А потом дальше вниз за 12. Ну и по экспе та же история. Под при слили. Под при забрали назад себе. Йоку единственный кто купил компендиум. Остальные без денежек. Не планирует вообще. Не нравится. Поэтому Йоку играет. Посмотрите как все хорошо. У него самый крутой ГПМ на карте 652. Самый крутой счет. 10 на 3. Поздравляем команду Империя. Им вообще надо во что бы то ни стало выигрывать все дальнейшие матчи. Сегодня еще один у них впереди. Матч против тех же оппонентов. Против команды Старк. Напомню эти игры в формате Best of 2. Победитель. Тот, та команда, что играет со счетом 2-0. Забирает 3 поинта. Тот, кто проигрывает 0. И ничья дает по одному очку каждой команде. Эмпайр это уже не устраивает. Старк на Старк вообще все равно. Все, друзья. Далеко не расходитесь. Не забывайте подписываться, добавляться, писать, задавать вопросы. Все, что хотите, делайте. Буду рад каждому вашему активному действию в рамках нашей студии. Услышимся через 5-6 минут, пока пересоздается лобби и перезаходим. Все. Услышимся очень скоро.